Россиянам необходимо по возможности отказаться от поезда к заграницу. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации, сказала она. Руководитель ведомства уточнила, что в случае, когда поездку нельзя отменить, ее следует максимально сократить. Также не следует пренебрегать основными способами защиты от вирусов – чаще мыть руки, ополаскивать лицо и носовые ходы. Кроме того, Попова рассказала, как правильно носить медицинские маски. По ее словам, этот предмет является эффективным средством защиты от коронавируса, однако ее надо менять на новую каждые 2-3 часа. Также она отметила, что специалисты Роспотребнадзора проверяют всех пассажиров, прибывших всеми международными рейсами. Для граждан, проходящих карантин из-за угрозы коронавируса, в России подготовлены более 360 обсерваторов, из которых пока задействованы 130. Авиасообщение между Российской Федерацией и Южной Кореей закрыто с 1 марта, кроме рейсов группы Аэрофлот. Аэрофлот будет летать в Москву, и граждане, прилетающие из Южной Кореи, будут проходить через терминал F Шереметьево. Как уточняется, речь идет не об эвакуации россиян из Южной Кореи, а о доставке желающих в Россию. Также напоминаем, с 1 февраля ограничено авиасообщение между Российской Федерацией и Китаем. Авиакомпания Turkish Airlines с 1 марта приостанавливает пассажирское авиасообщение с Италии из-за вспышки коронавируса. Если вы были в Италии, Корее, Иране последние две недели, то турками даже транзит нельзя сделать. Некоторые российские и европейские авиакомпании предлагают возврат билетов в Италию. Российские туристические компании временно приостановили продажу путевок в Италию в связи с эпидемией коронавируса. Будьте готовы к госпитализации в случае подозрительных симптомов, например, температура 37 градусов. Посольство России в Италии сообщает, что в итальянских аэропортах в связи с распространением коронавируса осуществляются мероприятия по дистанционному измерению температуры пассажиров. В случае обнаружения подозрительных симптомов, прежде всего повышенной температуры, пассажир может быть направлен компетентными службами аэропорта в отдельное изолированное помещение для проведения дополнительной медицинской проверки, а также контроля маршрута следования по паспорту и билету. При наличии веских оснований человек может быть также направлен в госпиталь для проведения углубленного обследования и сдачи анализов на предмет наличия у него коронавирусной инфекции.